Здравствуйте! Всю минувшую неделю в эфире из этой студии выходили свежие новости. Сегодня время вспомнить о главных. Меня зовут Илья Леонтьев и это «Неделя области» и смотрите далее. В регион прилетел Вячеслав Володин. Руководитель Госдумы проехал по районам, пообщался с людьми и узнал, как будет развиваться область в ближайшие пять лет. Долги только растут. Среднестатистический россиянин обязан выплатить банкам 210 тысяч рублей. Виной тому финансовая безграмотность. Почтальоны вместе с полицейскими. В Саратове прошел необычный рейд. Силовики проверили, насколько охотно горожане открывают двери незнакомцам. Пожалуй, главное событие минувшей недели визит в область председателя Госдумы нашего земляка Вячеслава Володина. Одним из главных мероприятий с его участием стала презентация стратегии социально-экономического развития. Ее представил глава региона Валерий Радаев. К 2022 году в области благоустроят 3000 дворов и сотню скверов. Построят 1500 километров дорог, аэропорт и создадут агломерацию. Роман Базан выяснил, почему спикер Госдумы назвал стратегию добротной, амбициозной, но трудновыполнимой. Этот план – итог серьезной работы. Стратегии развития региона на ближайшие пять лет уместились на 44 листах. Экономика, сельское хозяйство, культура и образование. Глава региона представил свой сценарий развития этих отраслей. Но для начала Валерий Радаев выделил две проблемы, которые, как ему кажется, удалось решить – дороги и бюджет. В этом году область впервые не взяла новых кредитов и снизила долг. А дорожный фонд региона составил 7 миллиардов рублей. Тратить собираются с умом. Область не настолько богата, чтобы делать дороги плохо, заявил Радаев. К сожалению, есть факты некачественного ремонта. Наш ответ на это один – весь брак устраняют сами подрядчики. А в случае повторного брака они лишаются права участия в дальнейших тендерах и попадают в черный список недобросовестных исполнителей госзаказа. К 2022 году по планам Радаева благоустроят 3000 дворов и сотню скверов, обновят 10 тысяч домов по программе капитального ремонта и построят 1500 километров дорог. В ближайшие пять лет губернатор делает ставки на развитие сельского хозяйства и высокотехнологичного производства. Очень важно то, что приоритеты, расставленные нашим губернатором, он сказал так – если хочешь быть впереди, если хотите быть лидером, то нужно развиваться. Он призвал к тому, чтобы все люди объединились, все люди работали и работали на благо процветания нашей Саратовской области. План Валерия Радаева выслушал и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Стратегию он назвал проработанной, добротной, амбициозной, но трудновыполнимой. В одиночку, по мнению спикера, с этим сценарием губернатор не справится. Ему потребуется помощь общественности. Когда речь идет о выделении средств, о запуске сообщений по Волге и решении других вопросов, мы поддерживаем, аплодируем Валерию Васильевичу. Когда речь идет о борьбе с коррупцией, когда речь идет о том, что надо прекращать точную застройку, гробовая тишина. Коллеги, нельзя воспринимать порядочность как слабость. Предложенные стратегии – это только проект. Губернатор в ближайшие три месяца собирается объехать все районы области и обсудить программу с жителями региона. 210 тысяч рублей на человека – столько должен банкам среднестатистические россияне. Эти данные опубликовали представители Объединенного кредитного бюро. В долговой яме по итогам прошлого года оказалось почти 70 миллионов россиян. Больше половины берут новый кредит, чтобы погасить прежний. По словам экспертов, это похоже на финансовую пирамиду. В итоге люди все больше увязают в долгах. Роман Гальперин пообщался с теми, кто живет взаймы. Я немножко там просрочила, когда должна была платить неделю где-то. Для банков она злостный неплательщик. Пенсионерка Екатерина Савостикова свой первый кредит взяла на лечение. Второй – чтобы погасить первый заим. И так четыре раза. На общую сумму – 600 тысяч рублей. Платить по счетам женщина не смогла. Дело дошло до общения с коллекторами. Коллекторами начали смс присылать. Мы, значит, голова ваша стоит 70 тысяч, руки стоят 60 тысяч, ноги 100 тысяч. Мы вам будем по отдельности все отрубать, все вырубать. Вы дома не дойдете, мы знаем, где вы работаете. Я как раз работал няней. Ходил пешком издалека, по темным улочкам. Екатерину Афанасьевну погубил так называемый эффект домино, когда новый кредит берут, чтобы погасить старый. В прошлом году больше половины заемщиков взяли деньги именно на эти цели. А вот платить способны не все. Единственный выход для должников – признать себя банкротом. Правда, сумма долга должна превышать полмиллиона рублей. Данная процедура позволит ей полностью списать все долги, которые имеются у нее, прекратить все исполнительные производства, если они имеются, и, соответственно, прекратить звонки коллекторов. Потому что, в соответствии с законом о банкротстве, должники, которых признали банкротом, не должны подвергаться досудебными нападками со стороны коллекторов. После банкротства человек пять лет не сможет ни взять кредит, ни выехать из страны, ни устроиться на руководящую должность. Процедуру, уверяют экономисты, это итог финансовой безграмотности населения. Эксперты предлагают разные способы решения проблемы – от изменения школьной программы до введения в отделениях банка новой должности практикующего психолога. Система мотивации человека должна быть выяснена при этой беседе. И, в принципе, получается, даже если у человека рациональный тип мышления не ведущий, ну, в его конкретной голове, возможно психологу вернуть его немножко на землю, если этот психолог поинтересуется и возьмет калькулятор. Глядя на своих вот этих суицидальных или почти суицидальных клиентов, которые абсолютно закредитованы и не видят никакого выхода, это и мужчины, и женщины, личностного, человеческого, по судьбе выхода. Мне кажется, как раз вот эта игра «потребитель-банк», она вообще изначально не очень честная. Эта идея, конечно, из области фантастики. Банкам невыгодно отговаривать клиентов от займов. Но с 1 марта этого года финансисты обязаны проверять наличие у потенциальных заемщиков обязательств по другим кредитам. Среднестатистический россиянин сегодня должен банкам 210 тысяч рублей. Каждый шестой платить по счетам не в состоянии. Финансовая безграмотность россиян, к сожалению, одна из главных проблем современности. Звучит это, может быть, и тенденциозно, но дела обстоят реально плохо. Абсолютное большинство не умеет правильно распоряжаться заработанным, не пытается сохранить и приумножить. С другой стороны, взяться этим знанием, в общем-то, неоткуда. В школах основы экономической грамоты не преподают. В итоге учиться приходится на своих ошибках, причем болезненных. Россияне становятся участниками финансовых пирамид, берут кредиты не тогда, когда это необходимо, а когда хочется. Результат – 210 тысяч долга у каждого среднестатистического гражданина. Не оставил эта тема равнодушным и поэта с гражданской позицией Юрия Алексеева. Удивительным, мне кажется, явление – это факт в статистике такой, то, что половина населения всей страны и в яме долговой. И в итоге получается картина. Странная, казалось бы, на взгляд, граждане с манерой Буратино снова за кредитами стоят, всем дают и молодым, и старым, и про небо голубое подпоют, и коллекторы потом от Дуримара за процентами без вызова придут. Западные санкции вывели Россию в аграрные сверхдержавы. Это признали французские эксперты. По их словам, за три года, пока действуют запреты, Россия увеличила урожай и вырвалась в лидеры по продажам зерна. В минувшем сезоне крестьяне собрали 120 миллионов тонн зерна. Это рекордный показатель. По мнению политологов, через несколько лет русские фермеры будут кормить большую часть планеты. О других событиях, связанных с нашей страной глазами иностранных журналистов, далее в рубрике «Другой взгляд». Москва помогает. Японцы заподозрили Россию в поддержке северокорейской ядерной программы. Они считают, что русские судами переправляют боеголовки в Пхеньян. Сухогрузы между двумя странами ходят регулярно. И что находится в контейнерах товара или оружия массового поражения, неизвестно, говорят японские эксперты. В Кремле эту новость не комментируют. Мария Шарапова официально вернулась в большой спорт. У теннисистки закончилась дисквалификация. Полтора года назад ее отстранили за употребление допинга. Правда, в возвращение у Шараповой многие ее соперники остались недовольны. Просит, чтобы ее лишили профессионального статуса. По их мнению, Мария должна начать карьеру с нуля. А иначе наказание несерьезное. Эксперты уверены, соперники просто боятся Шарапову. Россия освоит арктику с помощью подлодки-рекордсмена. Речь о самом большом в мире судне – Белгород. Его достраивают и скоро отправят на полюс. На борту 200-метрового гиганта, научное оборудование и глубоководные аппараты. По мнению американских экспертов, отправка экспедиции станет для России большим шагом в борьбе за арктическую нефть. На Северном полюсе ее, как известно, миллионы тонн. Кому освобождение, а кому оккупация. В Латвии готовятся к акции в День Победы. Рижане будут освистывать тех, кто придет к памятникам советским солдатам. Также организаторы напомнят жителям об ужасах советской оккупации. Многие прибалты по-прежнему уверены, что во время Великой Отечественной их страна была оккупирована Советским Союзом. В России продолжается бессрочная стачка дальнобойщиков. На обочинах они провели уже месяц. К акции протеста против системы Платон, по неофициальным данным, присоединилось около 10 тысяч человек. В нашей области лагерь протестующих располагается на выезде из Энгельса. Правда, в четверг с насиженного места дальнобойщиков все-таки потеснили. Роман Гальперин выяснил, куда выгнали протестующих и на что они живут все это время. Это все, что осталось от лагеря бастующих дальнобойщиков в Энгельсе. Расписная фура принадлежит руководителю протестного лагеря Александру Черевко. Где он сам, не знаю даже коллеги, с утра не выходил на связь. Несмотря на отсутствие хозяина, судебные приставы забирают машину за долги. Все остальные водители уже перебрались в другое место. Накануне на проспекте строителей повесили временные знаки о запрете парковки. Чиновники собрались сделать здесь ямочный ремонт дороги. Весь месяц их не показывали по федеральным каналам. С ними неохотно общались представители власти по всей стране. Но время провели не зря, признаются дальнобойщики. Там, в Москве, поняли. Замалчивать их протестную акцию бессмысленно. В ближайшее время стачку обсудят на уровне президента. И все это мимикрия с попыткой перенести на малый бизнес стоимость того, что должно сделать само государство. Это, с нашей точки зрения, крайне несправедливо. И полностью противоречит тому, что говорит Путин всегда о том, что надо поддерживать малый и средний бизнес. По неофициальным данным, в стачке приняли участие 10 тысяч человек. Центром протестного движения стал Дагестан. Там для усмирения недовольных водители использовали силы Росгвардии. В Энгельсе от 50 бастующих в начале стачки осталось полтора десятка. Есть среди них и крыса. Так протестующие называют тех, кто все же отправился в рейс, рассказывает Алексей Калдихин. А на что сегодня уходите? Ну, лично я, зная о том, что стачка начнется 27 марта, просто немножко скопил, поэкономили. Мы за два месяца работали, наработали деньги. Вот как бы пока они еще не кончились, живем. А когда кончится, нам придется немножко прервать стачку, заработать и встать снова. О сворачивании забастовочного лагеря уже заявили дальнобойщики из Екатеринбурга и Ингушетии. По информации некоторых СМИ, произойти это может уже в эти выходные. Водители фур заявили, цитата, «приближаются майские праздники, у многих начинаются сады и огороды, надо ехать домой, помогать семьям». Впрочем, прекращать забастовку дальнобойщики не намерены. Просто, как и прежде, в рейс выходить никто не собирается. Обитатели лагеря в Энгельсе сворачиваться не планируют. Говорят, пока стоит Дагестан, с места не сдвинутся. Дальнобойщики уверены, объявить о завершении стачки должны не они, а российское правительство. На минувшую неделю в поселке Солнечный разгорелся необычный скандал. Жильцов одного из домов на улице Чехова уговаривают сменить управляющую компанию. Причем инициатором этого выступает областной депутат и владелец нежилых помещений в этом же здании. Динара Дусалиева попыталась разобраться, что стоит за красивыми словами о светлом будущем дома на улице Чехова. Вместо диалога – скандал. Так проходит собрание жильцов дома номер 2 на улице Чехова. Среди участников – областной депутат Альберт Старенко и юристы с одной стороны, с другой – представители управляющей компании и жители многоэтажки. ТСН пока на сегодняшний день – это мыльный пузырь. И рассчитывать, что, как вы рассказываете, я не уверена. Поскольку многие ТСН приходят к банкротству. Мы этого не хотим. Недавно жильцам дома предложили поменять управляющую компанию, отказаться от услуг ассоциации ТСЖ и создать товарищество собственников недвижимости. То есть взять на себя ответственность, в том числе финансовую, и за множество нежилых помещений, расположенных в здании. Я живу в Москве, чтобы вы понимаете. Я живу в Москве. У меня находится здесь бизнес. Большую часть нежилых помещений в доме на Чехова занимает универсам и ночной клуб, которые принадлежат самому богатому депутату областной думы Альберту Старенко. По данным сотрудников ассоциации, долг за обслуживание этих квадратных метров – больше 5 миллионов рублей. Чтобы не возвращать деньги, и была организована группа, которая стала требовать смены управляющей компании. Это способ ухода от погашения задолженностей перед жителями жилого дома, крупнейшего собственника нежилых помещений, депутата областной думы. Сумма задолженности – более 5 миллионов. Имеется исковое заявление в суд. Спор о том, кто должен обслуживать дом, затянулся до поздней ночи. Большинство жильцов не поддерживают идею сменить управляющую компанию в интересах владельца нежилых помещений. Как выяснилось на встрече, инициативная группа состоит из сотрудников магазина, ночного клуба и нанятых юристов. На минувшие недели полицейские задержали мужчину, который пытался похитить деньги из банкомата. Ночью в одном из отделений на улице Гвардейской прогремел взрыв. Грабитель использовал взрывчатку. Заложил ее в купюроприемник. Правда, вытащить деньги ему не удалось. В отверстие, образовавшееся после взрыва, даже рука не пролезла. Злоумышленник сбежал, но вскоре был задержан. Мужчина признался в преступлении. Где взломщик достал взрывчатку, еще предстоит выяснить. Что еще обсуждали в области на минувшие недели, далее в нашем обзоре. В понедельник в Саратов привезли новую программу. Шоу Джимели – это смесь разнообразных цирковых жанров. Акробатика, клоунада и, конечно же, дрессура. Одних только хищников в программе больше десятка. Канадские пумы, крокодилы, дальневосточные леопарды и многие другие. Манеж – это их территория, и они там себя вольготно чувствуют. За барьер они даже как бы и не стремятся. Вторник верующие отметили Радоницу, или, как его еще называют, родительский день. Горожане отправились на кладбище навестить могилы близких. И хотя с общественным транспортом проблем не было, курсировало около ста автобусов. Добраться до погостов было нелегко. Все из-за пробок. Все едут на кладбище. Среда министра труда и занятости области встретилась с журналистами. Главная тема брифинга – охрана труда. Травматизма и смертельных случаев на производстве становится меньше. По словам Натальи Соколовой, с начала этого года на производстве погибли двое человек. Но динамика идет на снижение. Саратовская область по этим показателям выглядит гораздо эффектнее. У нас с вами снижение показателей смертельного травматизма произошло на 20%. В четверг в Саратове выбирали самого сильного школьника. На театральной площади собрались около сотни участников. Подросткам пришлось показать все, на что способны, в том числе передвигать авто и квадроциклы. Новичков на соревнованиях нет. У каждого солидная подготовка. О дыхании думаю. Потому что там, если дышишь правильно, то намного легче. В пятницу сотрудники МЧС отметили профессиональный праздник. По традиции пожарные вывели из гаражей все свои машины. И старичков, и современные. Ретропарад прошел по улице Московской до театральной площади. Любой желающий мог своими руками потрогать технику, которые раньше тушили пожары. Техника сегодня вся добралась, за исключением нашего конно-болчечного хода. Но в этом страшного ничего нет. Это как бы реалии такие. В минувшую среду в Саратове прошла необычная акция. Почтальоны отправились по адресам вместе с сотрудниками Росгвардии. Сыновики по домофонам и через дверь представлялись разносчиками писем и газет. И просили открытием. Делать этого, по словам специалистов, ни в коем случае нельзя. Таким образом, в дома и квартиры проникают мошенники. Павел Фитилев вместе со специалистами решил проверить, насколько доверчивы саратовцы. Сегодня, как обычно, почтальон Наталья Дземина перед выходом по адресам собирает газеты и письма. Берет связку ключей от домофона. Она обслуживает десятки домов. Но в этот раз у нее не совсем обычный рабочий день. Вместе с сотрудником Росгвардии она примет участие в акции «Безопасный дом». Акции «Безопасный дом. Подъезд и квартира» мы проводим уже не первый год. Для того, чтобы сказать людям, что ключи от домофонов у почтальона есть практически у каждого. И если вам звонят двери и говорят «откройте почту», это не говорит о том, что там стоит почтальон. Здравствуйте, почта. Что? Почта. Почта. Не знаю, мужчин у нас почты нету. По статистике, входная дверь в подъезд, даже если на ней установлен домофон, препятствием для мошенников не становится. Жильцы многоквартирных домов с легкостью запускают свой подъезд незнакомцев. Поэтому ради эксперимента идем дальше. Просим открыть дверь уже в квартиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы открываете посторонним? Вы сказали почту. Вот. Людмила Михайловна поступила, как и большинство людей пожилого возраста. Открыла дверь незнакомцу. Почему так сделала, сама не знает. Хотя однажды чуть не стала жертвой мошенницы. Ну вот одна какая-то пришла, так же вот позвонила, я вышла. Она, бабушка, вот вам подарок, вот. Я говорю, у меня денег нет, ты на меня не рассчитывай. Она, никаких денег, ничего не надо. Стояла, стояла, говорит, семь тысяч. Тогда на помощь пенсионерке пришли соседи. Но так везет не всем. На этот случай сотрудники полиции советуют установить на телефон специальную программу и быть бдительным. Приложение называется «Мобильный телохранитель». Устанавливается на смартфон с операционной системой Android. Скачивается приложение из Play Market. Стоит 300 рублей. Устанавливается на сотовый телефон, на мобильный телефон. Программируется компьютер в подразделении вневедомственной охраны. Позволяет нажать в любом месте на улице в пределах города кнопку вызова. И в пределах города подъедет наряд полиции вооруженной. Сотрудники полиции Почты России еще раз напоминают. Ни в коем случае нельзя открывать дверь незнакомому человеку, даже если он представился почтальоном. У тех есть свои ключи от домофона. Но если беда случилась, незамедлительно звоните в полицию, чтобы можно было поймать преступника по горячим следам. Каждую среду в наших информационных выпусках выходит в эфир рубрика «Автохам». Это рассказы о том, что происходит на дорогах, работе полицейских, состоянии полотна и о том, как ведут себя некоторые водители. Те, кого принято называть автохамами. Эти репортажи авторы проекта делают с вашей помощью. Практически каждый день к нам на электронную почту приходят ролики, снятые видеорегистраторами. Показать их все удается не всегда. Поэтому в этот раз этому видео была посвящена вся рубрика. Сегодня покажем видео, которые прислали вы. Их у нас накопилось много. Ну а начнем, пожалуй, с ролика, который в интернете возмутил многих пользователей. Выложила его в своем инстаграме девушка под ником Шушана Ягубян. Автоледи рулила по проспекту 50-летие октября с годовалым ребенком на коленях. В какой-то момент девушка передала руль малышу. Инец! Привет, привет! Привет, раба-папаин. А с вами мы еще не начнем. Привет! А это уже заводской район. Пробка недалеко от стадиона «Волга». На глазах Дениса Мискова автохам объезжает затор по встречной полосе. К сожалению, номеров не разглядеть, поэтому наказать их не получится. Писется вообще наорота. А вот этим нарушителям придется ответить. Их снял наш помощник Сергей. Улица Университетская перед Кутиково. И вновь объезжает пробку. Сначала внедорожник «Вольсваген». За ним 99-я. И замыкает белая приора. Заканчивает маневр на красный свет. Через 500 метров еще один автохам на «Ауди». Ехал по встречке и перегородил дорогу троллейбусу. «Ауди! Красавчик!» На этих кадрах видно, как по встречной полосе едет автобус. Водитель маршрута 2D объезжал затор, нарушил на перекрестке и спокойно уехал. Но большой брат все зафиксировал. Еще несколько роликов. Поселок Солнечный водитель десятки нарушает на повороте и подрезает нашего помощника Сергея Иванова. Далее проспект строителей и около кинотеатра «Саратов». Водитель иномарки решил поездить по тротуарам. О, нормально, поехал по тротуару. В общем, работы для автоинспекторов хоть отбавляй. Если вы стали свидетелем хамства на дорогах Саратовой области, присылайте свои видеоматериалы на наш электронный адрес. Давайте бороться с автохамами вместе. На этом у меня все. Далее прогноз погоды от Александра Ивановича Новохадского. Следите за новостями из этой студии. А ровно через неделю мы снова вспомним основные. Меня зовут Илья Леонтьев. До встречи. Здравствуйте. В понедельник, в праздник весны и труда, в Красноармейске, Марксе, Татище и Советском районе переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 9, плюс 15, а днем до плюс 23. В Саратове и Энгрисе также сухая, ветреная и летняя погода. Температура ночи плюс 11, плюс 15, а днем до 22 выше ноля. Атмосферное давление около 766 миллиметров ртутного столба. В прежние времена считалось, что если начало мая теплое, то в конце обязательно будет холодно. С праздником и до встречи.